Добрый день, дорогие подписчики, IGM, с вами Лестер, и вышла недавно в Steam игрушка под названием Boogie Man. И это, так сказать, существо, которое любит утаскивать людишек к себе, и, соответственно, ничего хорошего с ними там у себя не делать. Но эта игра рассказывает о девочке, которой приходится как-то с ним бороться, но, по сути, бороться никак не получается. Единственное, что можно делать, это от него прятаться, от Boogie Man здесь, у нее в комнате, соответственно, ночью. Ну и, по сути, игра представляет из себя концепцию игры Five Nights at Freddy's. То есть, так же ты смотришь везде, откуда может появиться Boogie Man, светишь туда фонариком, батарейки заканчиваются, надо их подбирать. Ну, в общем, сейчас сами все увидите, поэтому давайте жмем новую игру, попробуем сколько-то, сколько получится за девочку выжить. Но я вам сразу скажу, что мы, наверное, первую ночь даже не пройдем. Вот, поэтому давайте самый легкий режим сложности выберем. Я не особо, так сказать, профессионал в выживании в Five Nights at Freddy's, но, тем не менее, вот, смотрите, нам сейчас на английском. Игра полностью на английском. Ну, тут рассказ, что такое Boogie Man, то, что вот, соответственно, какие звуки можешь что-то издавать. То есть, соответственно, можно послушать, то есть, краткий экскурс, что нужно делать, вообще, что нужно там, соответственно, какие вещи применять, про батарейки рассказывается, то, что нужно светить. И, соответственно, ребят, заставка в игре меня очень порадовала, я уже, потому что уже один раз попробовал сыгрануть, я даже в первую же ночь провалился, но заставка классная, просто посмотрите. Я честно скажу, если бы вот эту песню... Когда я был маленький, кто-то в квартире начал петь, там, мама, например, или там, бабушка, я бы обосрался, честно скажу. Особенно, если вот так вот по дому еще у меня по квартире вентиляция шла, через которую можно было бы куда угодно пролезть. Ну, это, соответственно, нам показывают Boogie Man, и, соответственно, заставки, как мы можем видеть, чувак везде может пролезть. Вы, я думаю, это сами тоже видите, ничего для него не помеха. Надо будет и в шкаф залезть, надо будет и через дверь входную зайдет, а может и надо, ему понадобится, через вентиляцию прямо на кровать спрыгнет. О! Это, соответственно, тоже такой ролик, чтобы ознакомиться, откуда вообще Boogie Man может вылезать. А может он вылезать из вентиляции, через окно, через дверь, или, опять же, через вентиляцию попасть к вам в шкаф и из шкафчика на вас выскочить. Ну и, соответственно, сейчас заставочка пойдет заново, поэтому давайте-ка пропустим первую ночь. Полночь. Соответственно, мы можем пропустить ее разговор, но вот, соответственно, Boogie Man может через вентиляцию пролезть через окошко. Здесь у нас перед нами шкафчик, видите, там пародия типа Крипера из Майнкрафта, ну и, соответственно, через дверь войти. То есть, четыре точки, окно, вентиляция, шкаф, дверь. Уже 40 минут прошло. Мы можем, соответственно, прятаться под кроватью. Когда мы прячемся под кроватью, может батареечка к нам прикатиться. То есть, грубо говоря, под кроватью можно найти батарейку. Все, запись кончилась. Час уже ночи наступил. Ну и пока вроде... Вроде нет никого. Э-э-э, ну-ка отсюда! Фух. Уже здесь, Boogie Man. Вы посмотрите. Так, батареечка у меня больше, чем наполовину уже истратилась. Фух. Че, камон-то? Ну да, говорит, типа, закрой глаза и считай до 10. Так. Ну, пока... Пока живем, ребятки, 2 часа ночи. Паскуда пыталась залезть через... Кошка. Сова на окне сидит. Ах ты, сука, ты меня отвлекаешь. Мразота попыталась залезть уже через... Один раз через... Так, так, а... Гондон, улезай! Так, я за... Лезу подкрыть мне... Батареечка где? У меня скоро фонарик кончится. Ну-ка... Нихрена! Вы видали? Он хотел через окно залезть. Так. У меня немножко батареечки выкатилось. Тварина! Время 2.51 еще только. Вентиляцию он открыл. Он где-то здесь. Фух. Вылезай. Светим сразу. Не трогай меня. Гондон. 3 часа. Фух. Еще батаре... О, полная батарейка. Все. Сразу свечу. Запутать хочу. 3.21. 3.31. Гондон, не появляйся здесь. Уйди! Нихрена себе! Он везде... Уже в вентиляции прям в открытую был. В наглежку! Сука! Я тебе покажу. Ну, по сути, кстати... Ну-ка! Просто по сути, знаете как? Тут вовремя главное услышать звук, откуда он лезет, и туда посветить. То есть, например, слышишь, окно открывается. Сразу туда светишь. Услышишь? Шкаф открывается, туда слышишь. А вот вентиляцию я уже просрал. То есть, вентиляцию он уже открыл, он оттуда сразу залезет. Если я сейчас бы вот тогда вот в последний момент не посветил бы на него, он бы уже тут был. Вонючий бугимен. Напряжно, сука. И нет батарейки. Так. Фух. Вылезай. Видали как? У оконца был. Пожалуйста. И батарейки нет. Ну, это ГГ, ребят. Мне на него не посветить? О! Вылезай! Фух. 5.17. Чуть-чуть осталось. Батарейку. Я слышу, он ходит. Ну, батареечку подкатите. Так. Так. 5.47. Ну, пожалуйста. Утро. Дверь. Все. Солнце, ребят. Твою мать. Он прям под конец дверь открыл. Вы слышали? Фух. Выжили. Ночушку переждали. Ну, тут понятно. Просто, знаете, как принцип в том, что ты что-то слышишь. Вот когда ты слышишь, что куда-то вот он лезет, да, дверь и так далее, сразу туда свети, он отойдет. По-посту тоже, я как понимаю, свет тратить не надо. Вот так вот светить фонариком, смотреть. То есть вот когда надо, светишь. Фух. Давай. Ночь 2. Дождь пошел. Тут, кстати, да, тут погода еще играет свою роль. То есть, например, если будет гроза, ты можешь что-то не услышать здесь. Так, восполни. Вылезай, вылезай. Блять. Вообще, из чего это так он резко? Ёперник бабайстер. Фух. Говнище. Откуда я даже не ожидал? Фух. Давай, ночь 2. Я просто, знаете, почему-то... Я залез. Вот как раз под кровать. И она не вылезала. То есть, повтор. Я уже нажимал опять, это, про кнопку мыши, чтобы вылезти. Она не вылезала. И тут он появился. Резко как, сука, пролез. Нет. Нихрена себе. Хотел уже через вентиляцию. Так, это у нас запись прошла. Блин, фонарь как быстро садится. Явно батарейки какие-то дешевские. С хорошими какую-нибудь дюрасел поставил. Она всю ночь могла бы светить и не париться. Вот, кстати, я чуть-чуть шкаф даже вижу. А, нет, не вижу. Как-то... То шкаф, кстати, то видно, то нет. А тут еще потом, когда погода, гроза будет, тут вообще будет... Весело, так сказать, в том плане, то, что он будет... Во-во, видите, даже уже дождичек идет. Все, шкаф более-менее освещается. Я покажу. Бугимен. Так. Ходит он по квартире. Где Мангс Папка? Почему Мангс Папка нельзя позвать? Гнида, где ты? Мразота. Я, кстати, представлю, представьте, маленький ребенок вот такой, там, трехлетний сидит и такой... Гнида! Мразота, ты где, паскуда? И сидит... Фа... Блин, я испугался, думаю, лампа это бугимен уже. То есть ребенок такой маленький сидит, типа... Ублюдок! Приходи, будем драться. Дьяться будем. Пьеходи. Сова прилетела. Подруга тоже моя, ночная здесь, я так понял. Блин, ребята, еще что-то неудобное. Я сейчас... У меня солнце... Че, закал? Солнце на глаза светит, на... Монитор светит. Че, он здесь уже? Поэтому не особо хорошо видно, твой мой... Смотри... А, он лампу погасил! Он лампу сломал! Я теперь даже вентиляцию здесь не вижу. Батареечку. Не будет батареечки, да? Ах, не успел. О, немножко. Фуфуфу! Так. Блин! Ну как? Вот как он вылез? Я же только его от двери отогнал. Вот только! Не успел бы он там пройти. Через что? Вентиляция закрыта была, шкаф был заоткрыт. Это окно... Ну, может, через окно как в лес? Может, что я не заметил? То есть, хрен его знает. Бугимен проворный, скотина? Что ж, ребят, я думаю, на этом закончим. Потому что, ну... Блин, адреналинчик я уже на сегодня получил. На весь день хватит. Поэтому, что ж, ставьте лайки, если тоже любите пугаться. Подписывайтесь на канал IGN. И увидимся в других роликах. С вами был Эстер. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...